Привет! Сегодня я тебе расскажу о 40 самых сумасшедших японских изобретениях. Настоящим другом является тот, кто предлагает почесать вам спину. Однако настоящей трагедией может стать то, что иногда он не в состоянии правильно определить зудящее место. Специальная карта поможет ему точно навестись на цель. Рука-тренажер для возлюбленной. Позволяет неопытной влюбленной поупражняться с этим симулятором на ранних стадиях ухаживания, не беспокоясь о пальцах любимого, о чрезмерном их сдавливании или отрывании. Зубная щетка на пальце. Максимальная чувствительность при гигиене полости рта. Также может пригодиться в походе или путешествии. Держатель для век. Предназначен для уставших студентов, которые не желают использовать кофеин или другие возбуждающие вещества для того, чтобы не уснуть. Раскладной галстук для офиса. И действительно, неотъемлемая часть одежды бизнесмена, галстук до сих пор практически никак не использовался в поседневной жизни. Японцы меняют это положение вещей. Серьги с затычками для ушей. Позволяют быстро избавиться от назойливого шума или громкой музыки на улице или в транспорте. Маска супер курильщика. Позволяет выкурить 14 сигарет за то время, пока обычный курильщик выкуривает одну единственную. Очки с воронками для закапывания в глаза. Почему процесс закапывания лекарств в глаза настолько сложен? Вы широко открываете глаза, смотрите прямо на проявляющуюся капельку, сжимаете тюбик или пипетку и потом ждете, пока гравитация сделает свое дело. А потом чувствуете, как дорогое лекарство стекает по вашей щеке. Специальным образом доработанные очки позволяют избавиться от этих проблем и гарантируют закапывание в глаза без всяких слез. Волосатое эго. Если ваша голова лысая, как бильярдный шар, то покидая дом добавьте себе уверенности, посмотревшись в зеркало. Каждый день вы будете видеть человека с прекрасными волосами и сможете избавиться от разных ненужных комплексов. Папаша-кормилица. Это устройство устраняет некоторые половые различия и позволяет папаше испытать полное наслаждение от кромления своего ребенка грудью. Повязка спящего в метро. Эта повязка дает несколько преимуществ Соне. Во-первых, скрывает половую принадлежность, скрывает от других ваш, возможно, открытый рот, а также некоторым образом препятствует храпу. Во-вторых, повязка позволяет избежать неудобства перед окружающими, если человек заснул, раздвинув ноги. В-третьих, на повязке написано название станции метро, на которой пассажирам следует вас разбудить. И таким образом у вас почти не будет шанса ее проехать. Забрало для мертвой рыбы. Многие люди, готовя пищу, вероятно испытывают неловкость, глядя в глаза рыбы, у которой они собираются отрезать голову. Это приспособление позволяет избавиться от подобного неудобства и избежать тяжелой эмоциональной травмы. Съемные накладки для зубов. Они предназначены для разгрызания особо твердой пищи. Удобно, красиво и не нужно чистить зубы после еды. Держатель для зонтика. Держать обычный зонтик приходится рукой. Зачем? Ведь можно надеть его на голову. Складной инструмент для сада. Едешь на дачу и не знаешь, что тебе там понадобится? Грабли, лопата, а может быть вилы, лучше взять все сразу. Слезовпитывающие очки. Они предназначены для домохозяек, которые любят смотреть слезоточивые телесериалы. Очки заполнены материалом, впитывающие влагу. Одеваете и смело смотрите очередные серии, не боясь, что от слез потечет макияж. Защита от попадания волос в еду. Для того, чтобы насладиться любимым блюдом, теперь не надо закалывать или завязывать волосы. Телескопические тапочки для убийства тараканов. Теперь вы можете давить тараканов любыми домашними тапочками, даже с противоположного конца комнаты. Телескопические ручки в тапочках выдвигаются на большое расстояние. Податчик салфеток. Это предназначено для тех, кто любит есть хот-доги или шаурму прямо на улице. Теперь вам не нужно будет лезть жирными руками в карман или сумочку, чтобы достать оттуда платок. Салфетки всегда с вами. 360-ти градусная камера. Изобретение предназначено для туристов, которые желают запечатлять красивый вид весь сразу. Собиратель дождевой воды. Это не сломанный зонтик, это специальное устройство для жителей пустынь. Теперь ни одна капля бесценной дождевой влаги не пропадет зря. Главное, выходя из дому, не забудьте с собой захватить побольше банку. Маска со свежим воздухом. Вы любите дышать свежим воздухом, наполненным ароматом цветов? Нет проблем, надеваете маску и дышите запахом любимого кактуса. Поджигатель для сигарет. Зачем тратить дерево на изготовление спичек или нефть и газ для заправки зажигалок? Пользуйтесь солнцем. А вот это для тех, кто слишком ненавидит дождь. А это поможет вам лучше слышать и выглядеть сумасшедшим. Зачем мыть пол, если можно надеть на ребенка такую швабру, и он, познавая мир, уберется в доме? А это для тех, кто всегда мечтал рассмотреть свое ухо изнутри, но не мог. А вот это изобретение позволит вам спать стоя в метро. Подушка с динамиком. Ложитесь и смотрите свое любимое кино. Звук не пропадает на одно ухо. Подушка книга под названием «Трудоголик». Любите петь караоке, но не любите, когда вас слышат окружающие? Японцами специально был изобретен микрофон с глушителем. Этот парень даст вам понять, насколько горячий ваш суп. Футляр для банана. Можно спать в метро и надеяться на доброту окружающих. Присоска не дает вашей голове упасть, каска защищает от удара, а табличка с запиской даст понять окружающим, на какой станции вас разбудить. Был тяжелый день, и вы не хотите писать стоя, или вы все время норовите промазать мимо унитаза? Тогда эта подставка для вас. А это для тех, кому не хватает человеческого тепла. Ну и это тоже. Зачем мазать масло на бутерброд, когда его можно просто натереть? Свадебный бюстгальтер. Обратный отчет пошел. И, конечно же, квадратные арбузы. Знаете, зачем они их сделали? Потому что японцы могут. На самом деле, вся их прелесть в том, что они не катаются, и их удобнее хранить в холодильнике. А это было 40 сумасшедших японских изобретений, и программа «Невероятные факты». Если тебе понравилось, то подписывайся на канал, ставьте лайки. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok